Мировая живопись 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 Опять же, 18 или 19 века. И эта тора рукописная, которая написана на пергаменте. И когда-то она принадлежала смиловическим евреям. Находилась в синагоге. И, возможно, именно эту тору читал и отец Хайма Сутина, потому что он был достаточно верующим человеком. Еще один миф. Набожный отец запрещал сыну рисовать. На самом деле, именно он отправил Хайма в Минск учиться у знаменитого художника Кругера. Его портрет висит в одном из двух залов музея пространства Сутина в Смиловичах. В основе экспозиции предметы местных жителей, когда-то многонационального поселения, личных вещей прославленного земляка здесь нет. Но атмосфера Парижа чувствуется. Один из залов копия парижского кафе «Ротонда». Типичное парижское кафе с барной стойкой, несколькими столиками и стульями. В подобные заведения частенько захаживал и сам Сутин, или на французский манер Сутин. В начале 20 века эти островки и экспрессии были очень популярны у творческой интеллигенции. В такой атмосфере создавались шедевры. Французское гражданство художник получил перед смертью, однако всю жизнь говорил, что родом из Смиловичей. Документ из парижского архива «Анки» — это Сутина. Месторождение во второй строке неразборчивым почерком написано «Смиловичи». На самом деле родина для художника всегда была на первой. В главном эфире Нина Можейко, Александр Берецкий, Николай Рузавин и Виталий Селявко. Субтитры создавал DimaTorzok